Парни, помните я вам покалывал вот эту пушистую королеву? Мы маленько подросли за это время, вот такие мы теперь, ну-ка покажись ребятам, стесняешься что ли, стесняется, а это наша мамочка, ну-ка мамочка покажись, ну покажи ребятам какая-то, что вы стесняетесь, ну а дама, за дочкой смотрит. Вот такая стеснительная мамочка. Всем привет дорогие друзья, а другие подруги здрасте. Конечно же печальные события произошли, когда мы последний раз с вами виделись, но как бы там ни было, жизнь идет вперед, то что случилось мы не забудем и помнить будем, но жить-то все-таки продолжается. Сейчас я хочу сделать то, чего никогда не делал и сделаю это благодаря вот этому комментарию. Денис Перепелкин, когда он только это написал, у меня знаете, мне как-то так же хорошо стало, как ему, потому что, как бы казалось бы пустяк. Какая-то простая мелодия, которая лично нравится мне, кусочек ее человек увидел и у него изменилось настроение. И вообще Денису Перепелкину я хотел бы сказать спасибо не только за этот комментарий, но и за следующий. Он много вообще их всех вставлял, но вот эти два я хочу отметить. Зырим, зырим. Никакой информации совершенно. Ну блин, ну как же это настроение создает. Ну сразу ясно, куда попал дом, милый дом. Ну а пока не буду морочить вам голову, послушайте мелодию, которая понравилась Денису Перепелкину. Кровь, кросс, да, кросс оф зе роуд, по-моему, перекресток дорог. Кровь, кросс, да, кросс. Кровь, кросс, да, кросс. Кровь, кросс, да, кросс. Кровь, кросс, да, кросс, да, кросс. к сожалению не могу назвать автора потому что это вся информация что дает партнерский канал и вообще не знаю зайдет ли эта рубрика но если вдруг вы это не заругаете не закидаете тапками и вам это понравится то следующий раз поставлю какую-то другую мелодию и конечно же ту которая нравится мне надеюсь и она вам понравится у нас скажите фи скажите нет ну ну ладно чё хотя для облегчения удобства тех кому это может не понравится все-таки поставлю timeline и люди заранее будут начать его смотри у его нового музыка хлопья перемотал да и все ну так может быть на этих условиях сумеем договориться чтобы уже совсем поставить точку последнее видео где все те люди которые сочли возможным пришли и выразили свою поддержку кемеровчанам ребятах сказал хотел бы сказать вам всем огромное спасибо просто большое человеческое если человек с кемеров вдруг набредет на это видео прочтется это я думаю это тот мизер который мы могли в принципе бы сделать просто выказать свою поддержку этим людям и вы это сделали не поленились спасибо вам огромное но тем тем людям которые там поставили дизлайки по-моему шесть или семь вообще к дизам я отношусь спокойно я это все время воспринимаю как часть работы то есть я сделал что-то такое что кому-то не понравилось не зашло но в данном то случае сукины вы дети это я скромно говорю потому что знаю что наверняка дети могут сидеть но это не человеческий поступок это поступок пи ров пи пи в конце проставьте потому что ты лично и твоя банда которая собирается у тебя на канале может относиться ко мне как угодно но когда человек приходит и выражает сожаление ставить диск да это это просто погано это ни в какие ворота вообще подумай об этом как низко ты пала как низко ты опустился ты и та шайка лейка которая приходит вместе с тобой это не мужской поступок даже да дело даже не мужском это не человеческий поступок с таким человеком я не то что в разведку дай бы в поле срать бы не сел чтобы не зародиться этой гадостью это гадость самая настоящая гадость от этого до предательства до стукачество до подсидения до западло другу подсунуть даже не шаг это уже рядом подумай об этом под любые не в отражая но под этим я считаю что ты и твоя компания перегнули палку так нельзя ну и первый комментарий егора по стечению обстоятельств он пришел совсем недавно это первый получился от новичка но наверно может быть поэтому его спрашивает вадим смотрю ваши видео подведены вы говорите что если переходишь на тэшку то правильно делаешь так объясните же а чем же тэшки лучше кассетников егор они лучше лично для меня возможно ты неправильно понял нет цели бегать и везде орать все кто на кассетах вы идиоты вы ничего не понимаете тэшки наше все нет нет есть цель сделать более комфортным бритье для всех мужиков и не важно чем ты бреешься если ты вот лично ты егор бреешься кассетами тебя полностью все устраивает так и слава богу и хорошо тебе тэшки не нужны возможно они тебе поедут понадобится даже невозможно сто процентов они тебе понадобятся когда тебя на кассетниках перестанет что-то устраивать что-то ты захочешь поменять не важно что качество бритья чистота покупки кассет стоимость этих кассет или то бездушная пена тебе надоест которую ты выдавливаешь из баллона или гель неважно вот просто что-то захочешь поменять вот тогда сторону тэшки да можно смотреть а чем они лучше вариативностью и той отдачи которую дают это я сам для себя так могу ответить потому что если допустим у меня кассета то все что я могу сделать это ну да максимум конечно сделать соответствующую подготовку размягчить щетину потом нанести или мыло или из баллона или такое и побриться кассеты неважно вся косметика тэшка вот в чем засада вот если допустим его час вот такого себя кассета и брил как сейчас я бы изматерился весь потому что после каждого прохода у меня кассета была бы забита махом махом я больше чем уверен я забодался бы и промывать потому что расстояние между лезвиями такие уж и большие это была бы проблема но допустим не такую щетину обыкновенную что хорошего лично для меня в кассете да ничего почему она вот эти пять лезвий якобы что вот я раз прошел пять раз в одном и том же месте провел по эпидермису и снес его отчасти это так ну не совсем она обмене агрессивно чем тэшка пример ну средняя который я привык я не говорю за мягкие станки за себя поэтому возможно тот вред который она приносит он ущерб кожи он наверно соизмерим с тэшкой может быть но тем ни менее качество того не дает потому что чтобы бриться кассетником тебе приходится давить во первых из-за угла атаки который он дает во вторых из-за его веса ты не можешь поставить тэшку отпустить ой ты не можешь поставить кассетник отпустить и под своим весом она пойдет брить у тебя это не получится априори а с тэшкой такой финс может пролезть не с каждой но с большинством это говорит о работе инструмента представь себе у тебя в руках нож и ты режь колбасу у тебя два ножа один ты просто поставил на вареную колбасу под своим весом и прошил ее а другой тужишься пыжишься вот так может быть да и качество бритья на тэшках меня давным-давно перестал устраивать потому что да я могу гладко выбриться все нормально все хорошо но это гладкость пропадает гораздо быстрее чем после тэшек если я тэшкой в своем любимом исполнении побрею допустим с вечера у меня первая щетина на следующий день только к обеду появится и то я буду об этом знать и видно не будет а вот так если проведу то да я это почувствую а люди даже со стороны еще замечать не будут они начнут меня замечать только через сутки и и плюс ко всему как бреет тэшка я точно знаю что она бреет так что ни один кассетник так побрить не может потому что то облегчение тот фэн-шуй тот бильярдный шарик тот дельфинчик который на лице у тебя после тэшки он не соизмерим с кассетником если все это взять резюмировать и просто подвести черту кассетник это необходимое зло которое люди приносят на алтарь современности благодаря тому что у них нет времени или они говорят себе что у них нет времени вот надо же что-то быстро 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 вот этим тын 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 все убежал даже при большой скорости все думаю снять об этом видео вот если допустим бриться тэшкой как кассетникам но быстрее чем за пять минут вряд ли получится то есть можно можно но когда у тебя в руках тэшка то даже думать об этом не будешь потому что это не только кайф который ты получаешь но это еще и качество и состояние души то есть вот эти все примочки компрессы там вот это вот все фигня ты что думаешь мы все это делаем из-за того что а то что у меня тут по расписанию первое душ пойду по моему так второе нет нет потому что раз пройдя по этой ступени тебе не нужно будет расписание ты это уже будешь знать и ты без этого не сможешь потому что ты знаешь что тебя ждет после того когда ты финишную ленточку порвешь тебя ждет там такое чего-то с кассетником никогда не испытал поверь мне пускай это с первого раза не получится но уж третьего пятого десятого получится всяко разно тем более для этого многого то и не надо просто оглянись по ближайшим магазинам купи простейший станок рапира или там лорд ну что тебе там подвернется за сто пятьдесят двести рублей купи три четыре пять пачек лезвий чтобы понять какие будут лучше работать в этом станке все помазки за пятьдесят сто рублей тоже не проблема крем да знахарь он пошел за тридцать рублей взял да и все нету знахаря возьми кусок мыла на нем сделай пену для раза побриться хватит все все а по итогу будет две вещи которые тебя могут неимоверно обрадовать в этом мире первое это ты получишь тот кайф который ты никогда не получал от кассет и второе твой кошелек он заметно станет терять меньше заметно заметно но опять же если тебя не понесет потому что стыжками если допустим то тормоза потеряешь голову там были можно на такие бабки попасть мама не горюй потому что там я знаю много пацанов которых реально несет реально но надеюсь это не наш случай ну вот думаю что я ответил тебе на этот вопрос ой как хорошо пришло сообщение от николая кайда парни артем блехачёв и павел водопьянов ребята выйти самые люди которые помогали делать таблицу для канала которые всю информацию собирали и пересылали николаю кайда к сожалению у него не совсем гладко все получилось в этом году там были вопросы по здоровью и по работе и по подработке парень сейчас востребован максимально он домой ходит только ночевать вообще может даже и не ходит домой ночевать я не знаю короче у него времени 0 но обещают что скоро эта таблица все-таки будет готова я с него вытряс ваши имена и ребята будь ласка обратитесь пожалуйста ко мне потому что те самые сюрпризы которые обещал за тот труд который вы сделали для канала за ту услугу они вас ждут все что мне нужно от вас это просто ваши адреса вот и все я вам все вышлю надеюсь то что вы получите вам вам понравится но то что бритье вам это пригодится это уж стопудово в этом я уверен потому что там мало того что это будет не только функционально но еще и симпатично таких больше ни у кого нет всего два таких поэтому напишите мне пожалуйста это просто то спасибо которое канал может вам показать за то что вы сделали не только для канала для людей когда все это будет закончено каждый сможет зайти в описании под видео скачать эту таблицу и посмотреть а где это можно купить а где то можно купить а мне интересно вот это дай-ка я посмотрю о так это вот в этом видео а пойду-ка я посмотрю парни вы наверняка представляете что вы сделали поэтому еще раз вам огромное спасибо и жду ваши письма с вашими адресами андрей андрей это короче первый владелец вот этой ручки которая мне попала от антона я не совсем понимаю как там все это получилось еще от нее все шугаются где-то ручка зашла сейчас бритье посмотрим как она будет на самом деле но факт остается фактом станок все-таки делался для blackbird и и александр токаев истинный мастер кто сделал эту ручку я бы хотел тебе просто сказать огромное спасибо ты сделал то на что не каждый то способен а у тебя это получилось если вдруг в улезу судеб ты увидишь это видео я бы хотел тебе сказать не только спасибо но еще и попросить свяжись пожалуйста со мной я тебе в контакт так напишу но почему-то нет уверенности что ты ответишь очень бы хотел с тобой поговорить одну тему ну это ладно это потом это к видео никакого отношения имеют просто спасибо спасибо что ты лишний раз подтверждаешь то что у нас в россии есть люди кто умеет делать красивое своими руками не надо никаких буржуинов не надо ничего просто нужна голова руки не изжжу ну и желание у тебя это получается спасибо александр ребята некоторые комментарии будут из предыдущего видео потому что я там не все комментарии успел ответить вот они перешли на это видео поэтому отвечу среди них и комментарий вадима варен по поводу синего флойда где он говорит о заменителях где он говорит что там вот последнее что было там по пять косарей то все пятое десятое вы знаете вот вся вот это вот нездоровая тусовка вокруг синего флойда не то чтобы по духу под утомила но скажем так вот ты любишь допустим заварное да по 22 копейки вот которые раньше было она вкусная но хорошее но хлобысь его раз нет магазине два нет магазине три нет магазине потом появилась но она уже 40 копеек да ну ладно хорошо взял попробовал а потом она опять пропала а потом какие-то другие стали появляться я бы знаете блин сильно за коровы не ходит не бегает она вам не надо да и пошли вы на я все это к тому что слишком нездоровый ажиотаж ребят флойд несомненно хорош и его популярности и ваш покорный слуга немалые усилия приложил да согласен но в конце концов если так все складывается если есть какие-то несознательные личности которые на этом бешеные деньги какие-то хотят срубить заработать вот так всегда бывает спрос рождает предложение если есть люди кто способен по пять тысяч платить за флойд вот из то выставляют не поставишь 25 может 25 он на хер никому не нужен поэтому я знаете что думаю я хочу вам предложить подуспокоиться конце концов на синим флойде свет клинам то не сошелся наверняка появятся какие-то другие авто шеи вы которые будут ничуть не хуже да и они уже наверняка есть так если разобраться просто посмотреть по сторонам да вот заменители те же самые синие кто их пробовал хорошие нехорошие я не пробовал поэтому я вам сказать не могу то о чем могу сказать но еще руки не дотянулись один раз как того александра подоляна видим на канале он там распаковку делал авто шеием каким-то я искал ну нашел офф представительства в россии но как там взять я так и не понял короче ребята то ли чешская то ли австрийская какая-то какая-то водичка у него такая интересная была тоже наверняка что-то там такое интересное тоже наверно можно грушу поставить я думаю что не но того не стоит вот так вот переплачивать вот так вот унижаться и бегать мне никто не унижается но все равно лишнее время в жизни тратит на это нафиг сам для себя историю с флойдом я нафиг нет так и нет в конце концов ну насильно мил не будешь ну как-то так может с улсенбурно путано ну вот это я хотел сказать север спасибо за отличный за отличный видос всегда мучил вопрос откуда в вашей речи столько украинизма я ответил уже ему но и до этого были такие вопросы лучше уж видео сразу отвечу возможно в будущем будет меньше ребят я очень ну как очень то это наверно все таки не то слово я лучше знаю свою родню по материнской линии чем по отцовской отцовская как-то в тюмени так застряла ивановы там и остались а вот жданы ждановы тут маленько получше мамина деревня рядом сколько 300 километров от города ну и плюс фотографии то есть соплей меня туда сколько на летние каникулы возили там что-то ковырялся что-то делал ростом маленьким когда мне было сколько полгодика мама рассказывала дедушка еще царство его небесное был жив меня на пузико докачал мою буденовку на гвоздик перед глазами вешал так и помер ну меня рядом не было что-то он меня любил сильно жданы приехали с урала приехали восемнадцатом веке максимум что я помню о своих пращурах по материнской линии это фотографии моей бабушки рядом с его отцом то есть мой прапрадед это дородный такой серьезный дядька с бородой усы казацкая вот это вот фуражка там с ремнем все как положено шашка здесь помните же как раньше фотографии делали то есть он сидит вот так на стуле вся вот эта вот семья которая была большая и вот они всего так вокруг и так руку на плечо дедушки там и все а рядом вот такая оси пузька там где-то в ногах запуталась от моя бабушка была вот эту фото я видел ну и каким-то макаром они потом с урала перебрались сюда в омскую область в деревне до сих пор говорят на дикой помеси русского и украинского когда нас рядом нет они говорят на своем украинском насколько этот украинский соответствует тому что сейчас ну я не могу сказать опять же видите если украину взятом диалектов то много но когда приезжаем и городские то там уже начинают добавляться русские словечки поэтому во первых смольца меня туда гоняли так там с пацанами не форми на французском разговаривали на на местном а во вторых старше становился приезжал 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 что-то прилипало и прилипало так удачно как родное что до сих пор еще осталось да и нет нет двоюродных братьев сестер у меня сейчас там видимо-невидимо то я приезжаю то по телефону разговариваю и все это никуда не ушло оно все вращается но все здесь все нормально поэтому вот оттуда все вот эти слова украинскую речь понимаю на процентов на 80 служил когда в армии с украины хлопцев было много основном это был киев и донецк было маленько с харькова но основная масса все-таки это донецк был и киев там что-то еще было но как то вот так вот то есть вот я вообще не понимаю что вот украинизм расизм вот русизм я имею ввиду вот лично для меня несмотря вот на всю труботягу которая сейчас там происходит ничего не изменилось вот те пацаны которых я в донецка знал в последний раз разговаривали ну так и разговаривали я понимаю что возможно чуть чуть сложнее стало центральной частью но у себя внутри я как чувствовал что это наше я так и чувствую то есть отлично для меня ничего не изменилось я за себя говорю я не говорю что вокруг я не говорю что где-то там я про свою душу вот внутри у меня как было так и было то есть ничего не изменилось поэтому я это воспринимаю как ну не то чтобы свой второй язык а как ну еще одни слова которые с которыми я вырос родился жил и никуда не денутся они так и остаются надеюсь внятно объясню может быть и сумбурно как-то так не буду говорить я знаю кто это говорил мне уже сказали шучу шучу до город арт грудь моя печаль моя в влажном реке уже год и все время только два варианта либо гладко выбрит и остается щетина дня не гладко либо много порезов помню этот комментарий там тебе ребята уже по на отвечали маленько ребят хочу вам сказать если есть у кого-то возможность тоже помогите своим советам потому что человеку сейчас явно нужна поддержка он зашел в тупик реально в тупик не знает что делать со своей колокольни могу сказать вот как бы я ответил понимаешь вот когда новичок приходит и берет какой-то инструмент он он новичок он не знает что он взял это человек с опытом уже может разобраться что вот это как а вот это так себе средненько вот это вообще это вещь а у тебя-то откуда эти сведения нет ты свой опыт только нарабатываешь ни капли не люблюсь хотя точно не могу сказать допустим тот станок который ты взял он не надлежащего качества и все эти годы ты просто тупо мучился элементарно сам не подозревая о том ты это воспринимал за чистую монету ты думал что так и надо а так не надо но ты-то не знал об этом я бы просто посоветовал тебе взять самый простой самый недорогой станок который есть твоем доступе то лорд или рапира ну просто пройди по соседним магазинам посмотри что там за 150 200 рублей можно взять только не бери китайцев за 40 50 рублей это не станки это смерть студенту то есть нет нафиг черт-черт тебя это не то и попробуй с ними я больше чем уверен что картина кардинально изменится потому что если на том твоем прежнем лезвие хотя бы децл какой-то неравномерно выходит или допустим гапник то то есть зазор между верхней режущей кромкой и нижней плитой гардой опытный бы почувствовал ты нет и вот эти вот этот год ты себе все и разносил тебе нужен другой инструмент попробуй другим инструментом я больше чем уверен что у тебя все получится только не бросать пожалуйста ты еще даже на йоту не подозревался к тому что большинство засегдатаев этого канала принимают за обыденность не хотел бы чтобы ты отступился на полпути вот вот так вот я имею ввиду и парни кто поможет спасибо вам огромное и кстати не ему одному нужна помощь еще одному человеку нужна помощь это комментарий ивана который говорит о том что при покупке не дешевого роквелла хотелось бы быть уверенным что тебе не подсунут фуфел и что тот продукт который ты покупаешь он на самом деле нормальный иван ну в оправдание роквеллу хочу сказать что в подделках слава богу еще не было замечен то есть каких-то фейков я я еще не слышал об этом а что касается за офф дилера тут я в некотором степени в замешательстве потому что с одной стороны первый человек о котором я узнал не не человек компания это была компания которая торгует не только ну короче там посудок ой не посуда эти кухонные принадлежности вот они роквеллом торговали и мне на них на первых показали как на офф представители после этого мювле стала оффом кто из них на самом деле но тут еще надо разбираться о том что мювле это я узнал от компании опасная бритва рф и кстати на их странице сейчас если ты будешь при первой покупке у тебя будет скидка 10 процентов возможно тебе это чем-то может помочь то есть ты заходишь там есть роквелл сто процентов гарантийный но настоящий плюс еще скидка возможно это чем-то поможет но кроме этого еще до того как опасная бритва рф стала офф представительным то есть через мювле опосредованно у нас в россии дорогу вон пацаны на ганзи пожалуйста плиз то есть там проверенные товарищи по деньгам по деньгам не могу сказать я там давно не был и не могу сказать что ценник там больше или меньше но то что там фуфел не продавали не втюхивали это тоже сто процентов и ты это сам можешь легко проверить потому что в каждой теме под ганзи да не только в ганзи на формах кто продает есть и люди кто покупал и они оставляют свои комментарии если тот человек который открыл эту тему хотя бы раз в чем-то кого-то обманул дал маху ложа нул или просто там попытался сделать что-то нехорошее то поверь на что молчать не будут они там раскатают так что мамы поэтому это дабл контроль можешь еще и там посмотреть но на сегодняшний день вот это те варианты где ты можешь посмотреть этот станок сергей алешин спрашивает и такой вопрос интересный с одной стороны мы уже говорили о нем но это было тогда с иваном чеканком иванчик иван чеканков прошу прощения там был вопрос другой у ивана фаворита ходит 41 голова и он спрашивал ребята на 41 голове если бриться каждый день какое лезвие вы ставите вот там хлопцы мы что-то советовали здесь же другой вопрос здесь получается что сергей спрашивает он даже не спрашивает он константирует что тэшки это да это хорошо а вот если каждый день бриться то какими станками какими лезвиями какими автошейными какой косметикой от себя хочу сказать предотвращаю ваш ответ что я думаю по косметике тут наверно заморочек то меньше всего потому что совершенно без разницы будешь ты бриться раз в три дня и раз в пять дней каждый день то есть из-за этого надо как-то менять косметику ну я бы не стал об этом думать а вот за станок и связку станок лезвия вот тут да тут возможно пришлось бы подумать отчасти я думаю этот тот вопрос который мне самому придется вскоре решать почему я вам тут маленько завесу приоткрою начиная со следующей недели с понедельника так как мы с вами уже взрослые ребята у нас уже как некоторые считают накрученных в двадцать семь тысяч подписчиков поэтому я решил сам для себя принял решение что пора восстановиться взрослыми и наверное все таки попробую что из этого получится пока не знаю но попробую перейти на стабильное вещание три раза в неделю то есть понедельник среда пятница ну с выходными разумеется то есть от пятницы до понедельника что из этого получится пока не могу сказать но желание очень большое надеюсь что выйдет поэтому хотя бы не каждый день но через день то есть понедельник вторник среда среда уже видео то есть бриться мне самому придется этот вопрос решать поэтому как бы вопрос то так знаете актуальный вот что вы думаете об этом на каждый день какой станок какое лезвие что вы используете если есть какие-то тонкости и нюансы какие-то такие знаете вот фишечки и дрюлечки шпулички которые могли бы в этом вопросе помочь человеку да и мне тоже я сам скоро так буду ребят ну поделитесь будь ласков потому что это нам с александром да сань не серёгой сергей сергей прошу прощения это нам сергеем бы по вы чрезвычайно помогло об этом хотел просить станислав иванов спрашивает за миллерока это еще после того топа это по моему под видео по топам и было вадим как же так почему миллерока не включил свой топ даже во второй волне тарам 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 ты же его между восемьдесят девятый головой и 41 поставил ну между восемьдесят девятый и 41 много станков это не единственный это всего лишь компания сделала такой шаг такой выбор и своей линейки между восемьдесят девятый и 41 выпустил этот станок наверное основной вопрос почему я мог бы ответить так но ты когда идешь по улице посвящал девчонку глазом как зыркнул так у тебя там все сразу бум запустилась и все и ты повелся и она прошла ты уже оборачиваешься смотришь как она колыша бедрами двигается дальше она понимает что ты понимаешь что ты на ней за ней смотришь и все у тебя там уже тумблер и щелк ты начинаешь охоту начинаешь за ней движение так издалека чтобы не привлекать внимание подходя все ближе 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 потом получая ситуацию какой-то там в такой чисто житейской обстановке магазин она зашла или еще зачем-то как будто случайно прикасаешься к ней и пытаешься завести разговор она поворачивается открывает рот начинает говорить а у тебя все пропало все ты все сворачиваешь и уходишь это не говорит о том что женщина плохая это не говорит о том что с ней что-то не так это говорит что между вами ничего не проскочило но не вышло не судьба не зря люди говорят если что-то должно быть твоим даже если ты не щеки как церковная крыса она твоим будет а если есть что-то такое что твоим не будет никогда то никакие миллионы всего мира тебе не помогут она твоим просто не станет и я пытался изо всех сил посмотреть на этот рока и как-то его к себе вот так вот знаешь все равно станок хороший станок замечательного прекрасно и ручка исполнения и качество там все нормально все хорошо но ручку возможно бы я чуть-чуть утяжелил бы соплюшка маленькая жорох наводит чуть-чуть бы ручку утяжелил и все ну а все остальное станок просто прекрасен но нету той любви понимаешь которая пробежала за этим дешманским за 12 баксов которые ну вот срок и сваливаю сравнивать вообще не то чтобы нельзя это не просто некорректно это не мысленно это разного поля ягоды совершенно то есть это mercedes это просто запорожек случилось то что случилось поэтому не включил вот надеюсь ответил мы в туалет пришли что вы хотите тот неимоверный шорох который вы только что слышали производила вот это маленькое чудо оно пришло в туалет он здесь стоит мы все сделали закопали собираемся сваливать тут-то я ее перехватил ну чё пошла сваливать ну все пойдем в трикоска маленькая все ребята это был последний вопрос на этом разрешите с вами попрощаться переходим к бритью ну а вам всем добра и счастья и радости берегите себя берегите своих близких дай вам бог здоровья пускай у вас всегда всегда все будет хорошо в этой жизни бритье а а а а Субтитры создавал DimaTorzok